Обсуждение этой темы продолжим с Павелом Мартышевым, аналитиком Центра исследования продовольствия и землепользования Киевской школы экономики. Павел, рады приветствовать вас. Да, добрый день. Павел, вот мы говорим о том, что победа Украины в Черноморье способствовала стабилизации цен на агропродукции, в частности, на зерно мировых цен. Давайте обозначим, да, так вот с общих цифр, какова доля Украины во всей этой программе зерновой была до войны. Что произошло после полномасштабного вторжения и на какой уровень сейчас вышла Украина? Давайте посмотрим на долю Украины в мировом экспорте. Это очень важно для понимания. То есть мы занимали пятое место по экспорту пшеницы, это около 10% до полномасштабного вторжения. Чуть большую часть на рынке кукурузы мы были то третьими, то четвертыми в соревновании с Аргентиной за это место. И мы занимали 52% мирового рынка подсолнечного масла, то есть мы были самым крупным игроком на этом рынке. Соответственно, действительно, блокада портов, она привела к такому паническому повышению цен. И это прям очень серьезно ударило по продовольственной безопасности бедных стран, которые страдают, между прочим, даже при низких ценах. Это уже отдельная история. И здесь мы понимаем, что очень важно было подать рынкам сигнал, то, что зерно будет идти из Черноморского региона. Таким образом, страны-импортеры бы перестали запасать очень много лишнего зерна, и это зерно в том числе поехало бы в бедные страны. То есть здесь такой психологический фактор на рынках. Поэтому, действительно, сейчас уже мы нарастили морской экспорт. То есть мы вышли уже зимой на уровень морского и сухопутного экспорта около 7 миллионов тонн. Это довоенный уровень. И в целом это очень позитивно сказывается как на нашем агросекторе, так и на продовольственной безопасности бедных стран. Павел, а вот сам факт, то, что в Палестину, где сейчас тоже идет война, прибыла тысяча тонн украинской муки. О чем говорит? Мы раньше торговали таким же образом с Палестиной? Или это, можно сказать, новинка, так сказать, экспортной украинской зерновой инициативы? Мы торговали в основном с Египтом, но мы продавали им пшеницу. К слову, Египет сейчас очень сильно нарастил внутреннюю переработку пшеницы, как и Турция. Это новинка, потому что мы экспортируем не так-то много муки. Мы экспортируем в основном необработанную пшеницу в страны Ближнего Востока. Поэтому в целом программа Grain from Ukraine, она важна чем? Она важна тем, что это не подвязано к рыночным ценам. И мы таргетируем эту программу на те слои населения, которые не могут купить продовольствие ни по каким ценам. И действительно больше 12 миллионов людей, по сути, получили продовольствие благодаря этой программе. И это очень актуально. То есть программа расширяется. Мы видим расширение географии на Западную Африку, которая, в принципе, неизведанный рынок для нас до сих пор. На Южную Африку, даже в Мадагаскар. И действительно это очень важно, потому что актуальные прогнозы ООН по состоянию на сегодня, они говорят, что до 2030 года не получится преодолеть голод в бедных странах. Это, я напомню, одна из 17 целей устойчивого развития ООН. И она не будет достигнута, потому что в африканских странах будет опережение спроса на продовольствие из-за демографического бума. В то же время ситуация усугубляет климатические риски и глобальное потепление. Поэтому вот такие гуманитарные программы, они должны быть, они должны быть устойчивы на горизонте нескольких лет минимум. Африка, тоже вы говорите, новинка в нынешней зерновой программе Украины. Что получается, то есть как тогда эти страны получали продовольствие до инициативы Grain from Ukraine? Получается, Украина неким образом вытеснила предыдущих поставщиков или как это все происходит? Вот объясните в этом плане. Она не вытеснила, по сути, это дополнительное зерно. То есть пошло, это не замена импорта. Там оперировала и оперирует продовольственная программа ООН, которая в принципе в каждой специфичной стране имеет специфичные задачи. То есть где-то она поддерживает беженцев, где-то она поддерживает больше детей. Но это в зависимости от результата их анализа, на что лучше обратите внимание. И инициатива Grain from Ukraine, она стала дополнением к этой продовольственной программе. И это очень важный шаг. А торговля зерном, она продолжается, она продолжается независимо, ни от чего. В чем здесь проблема? В том, что страны действительно очень чувствительны к уровню цен. И повышение цен на зерно на несколько долларов уже увеличивает количество голодающих людей в таких странах. И нужно также понимать, что Африка конкурирует с другими странами, развивающимися за продовольствие. К примеру, вот на протяжении нескольких следующих лет прогнозируется, что Индия очень нарастит импорт продовольствия. И таким образом Индия будет конкурировать с Африкой за продовольствие. И скорее всего индусы выиграют, потому что они будут более платежеспособны. Это опять-таки усиливает значимость таких программ гуманитарных, как Grain from Ukraine. — Можем ли мы говорить, что таким образом Украина, позиционируя себя как мощного игрока на рынке агропродукции, получает новых союзников в странах, в частности, глобального юга, союзников в поддержке украинской формулы мира хотя бы в части продовольственной безопасности? — Абсолютно, да. То есть это повестка, такая продовольственная повестка, она очень связана с общеполитической повесткой. И действительно, развитие партнерства со странами Африки — это важно. Сейчас это одно из приоритетных направлений Минагрополитики нашего министерства. И это, конечно, способствует также дипломатии. В том числе может быть развинута сеть аграрных атташе, то есть это торговые представители государства. И дипломатия может быть подвязана действительно с политикой. Мы видим немножко обратную сторону у России, потому что союзники России в Африке — это автократические государства, которые, в принципе, имеют очень низкие показатели продовольственной безопасности. То есть Россия не поставляет своим союзникам достаточное количество продовольствия. Это мы говорим, прежде всего, про центральную и про восточную Африку. Поэтому действительно, такие гуманитарные программы — это один из каналов усиления политических отношений между Украиной и глобальным югом. Мы говорим о победе Украины в Черном море над Черноморским флотом. Но, судя по всему, Россия не оставляет попыток препятствовать экспорту украинского зерна. Это и удары по инфраструктуре, это и минирование. Насколько мы можем сейчас говорить об уровне российской угрозы, уровне именно вот этим судам, которые ходят сейчас из портов Большой Одессы? Скорее всего, угроза не такая большая. Большая угроза для инфраструктуры. И прежде всего для инфраструктуры действительно портов Одессы. Потому что, скажем, дунайские порты, они тоже чувствительны к этому всему. Но там есть самодельные причалы на Дунае. То есть они децентрализированы немножко географически. Поэтому они меньше зависимы от атак. Порт Одессы действительно чувствителен. И в целом были же такие предположения, что Россия будет бить прежде всего по инфраструктуре, чем по кораблям. Потому что еще нужно понимать, что часть кораблей — это не украинские корабли. Точнее, большая часть кораблей — это не украинские корабли. И поэтому топить судно чужих государств — это не очень хорошо. Потому что какая-то часть этих суден, кстати, идет в Китай, к слову. Поэтому мы можем видеть, что угроза существует, но больше угроза именно для портовой инфраструктуры. По судам. Но мины все-таки имеют место быть. Мины существуют. Россия неким образом минирует. И создана даже коалиция по разминированию Черного моря. Это страхование. Каждый капитан судна, каждый владелец судна, который заходит в порт Большой Одессы, страхуется это судно, страхуется продукция. Были ли какие-то случаи, когда вот это начинала работать страховка, я имею в виду? Или же пока все благополучно? Пока таких прецедентов громких нету. Поэтому пока все благополучно. Вы упомянули о Дунае. Можно ли говорить, что это направление, Дунайский хаб, Дунайский путь, будет работать и далее? Учитывая то, что путь по Черному морю благополучно и достаточно успешно работает. Это интересное направление, на самом-то деле. И мы видим сейчас отток продукции из Дунайских портов. Это связано с запуском морских портов, во-первых. Во-вторых, мы видим это потому, что у нас не очень большой урожай. В этом году у нас еще засуха. К сожалению, негативно скажется на урожай кукурузы и подсолнечника. Поэтому нам будет достаточно морских портов. В целом, когда мы будем восстанавливать свое внутреннее производство и уже перешагнем за 80-100 миллионов тонн зерновых и масличных, то Дуна — это интересное направление. Прежде всего, для масличных культур. Это соя, это подсолнечник, это подсолнечное масло. В какой-то мере это может быть также кукуруза. То есть это будет сегмент такой. Он будет не такой массовый. Но, тем не менее, агрохолдинги активно инвестируют в Дунай. В рамках новой украинской стратегии морской безопасности Киев инициирует создание международной платформы «Безопасное Черное море». Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент Зеленский. Документ предусматривает совместную работу государств Черноморского региона, Средиземноморья и глобального юга по защите и развитию морских и речных путей. Также стратегия предусматривает защиту морских портов, торгового судоходства и помощь в разминировании. Предполагается, что в этом Киеву должны будут помочь союзники, которые захотят присоединиться к этой инициативе. Вот что о новой морской стратегии сказал президент Зеленский. Давайте услышим и продолжим. Этот документ учитывает изменения инноваций и безопасности, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил. Это современная стратегия, и реализуем ее вместе с нашими партнерами. В ближайшее время я намерен обсудить с ними детали этой стратегии, с тем, кто, как и мы, желает стабильной безопасности для своих регионов и всего мира. Я благодарю каждого, кто помогает, кто был вовлечен в подготовку стратегии. Ну, это таким образом мы неким образом закруглили беседу, о чем мы далее говорили. Что такое, по-вашему, это платформа «Безопасное Черное море», и что может это добавить еще ко всему? Это, ну, Черное море вообще очень важно географически, не только для зерна, для экспорта многих товаров. И мы говорим, прежде всего, про безопасность морской торговли и про то, что логистические затраты, они остаются все еще очень высокими из-за военных рисков. Соответственно, снижение рисков приведет к интенсификации морского экспорта, и это будет способствовать развитию торговли в Черноморском регионе. Причем здесь мы говорим не только про Украину, еще и про балканские страны, то есть это такая коллективная система безопасности. Вот, поэтому это очень важная инициатива, и здесь она должна быть многосторонней, вот, где много участников, поэтому действительно это очень важно. Упомянули вы вскользь Китай, давайте немного детальнее об этом поговорим, поговорим. Ван И и Дмитрий Кулеба в частности говорили и о проидовольственной безопасности, и даже прозвучала такая фраза, что Китай продолжит наращивать импорт зерна из Украины, и в первой половине этого года объем торговли между Китаем и Украиной показал быстрый рост. О чем это свидетельствует? Может, можем ли мы говорить, как и говорили выше, что и Китай может поспособствовать мирным инициативам Украины, в частности в вопросе продовольственной безопасности, присоединиться, так сказать, и стать хотя бы, по крайней мере, в этом плане сторонником, союзником Украины? Это один из элементов. Китай не зависит полностью от нашего зерна, но тем не менее, как один из поставщиков, Украина присутствует на его рынке. Действительно, Китай заинтересован в покупке нашей кукурузы, нашего ячменя, потому что причерноморский ячмень очень конкурентен по сравнению даже с австралийским ячменем, хотя там логистика дешевле к Китаю. Также им интересна наша кукуруза, и, в принципе, сейчас в Китае повысилась маржинальность выращивания свиней, и это означает очень сильный спрос на кормовые зерновые культуры Китая. И до периода весны 2025 года, когда на рынок выйдет новый урожай из Бразилии, из Аргентины, мы имеем все шансы нарастить наш зерновой экспорт в Китай, и это действительно очень важно, это важный рынок остается для нас, и для Китая также это важно, диверсифицировать именно торговые потоки за счет Украины. Теперь по Турции. Ну, дело не такое уже и давнишнее. На последнем саммите НАТО Эрдоган и Зеленский говорили о зерне, о продовольственной безопасности в зерновом коридоре. Эрдоган предложил, сейчас я найду цитату, может быть, не найду, но Турция готова к любой другой инициативе, включая посредничество, чтобы каким-то образом поучаствовать в этой зерновой инициативе. О чем, по-вашему, шла речь, если Украина и сейчас без посредников занимается успешной экспортом зерна? О чем могла идти речь? Чем нам может помочь Турция? Чем себе может помочь Турция? Какая выгода здесь Украины может во всех этих формулах, которые предложил Эрдоган? Ну, пока что это выглядит как политический интерес Эрдогана в возрождении зерновой сделки, что, в принципе, для нас не имеет никакого смысла. То есть зачем нам возвращаться к этому неэффективному формату, если у нас есть свои альтернативные зерновые коридоры и с более дешевой логистикой, без проблем на Босфоре. Поэтому здесь какие-то попытки возрождения зерновой сделки, которые, в принципе, вероятно, не увенчаются успехом. Предположить, что таким образом Эрдоган каким-то образом хотел вернуться к этой трехсторонней и привлечь Россию к этому всему делу? Скорее всего, да. Павел, такой момент еще. Россия не собирается штрафовать украинских фермеров на временно оккупированных территориях за низкую урожайность зерновых. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Украины. Дело в том, что после подрыва Каховская ГЭС в водоемах снизился уровень воды и разрушена система полива полей. Соответственно, снизилась и урожайность. Тем не менее, по сообщению Центра противодействия дезинформации, российские оккупанты уже вывезли более 80 тысяч тонн украинского зерна и другой агропродукции урожая этого года с временно оккупированных территорий. В целом, только через Мариупольский порт вывезли 165 тысяч тонн грузов украинского имущества, украденного на оккупированных территориях. В частности, довывозят разграбленное оборудование с крупнейших до российской оккупации промышленных гигантов Европы, вроде Авдеевского Коксахима или Мариупольской Азовстали. Но вот касаемо зерна, на днях был такой зафиксирован случай, что капитана судна под иностранным флагом, судно задержали, и выяснилось, что это гражданин Азербайджана, по-моему, если я не ошибаюсь, который заходил в порт Севастополя с выключенным GPS-трекером, там были какие-то в навигационных журналах ошибки, и там не ошибки, а дописки и так далее и тому подобное. Ну, словом, установили, что это судно участвовало в похищении украинского зерна в экспорте, то есть оно сотрудничало с россиянами. Соответственно, капитана судна задержали, ему грозит, по-моему, 5 лет. Есть ли методы, есть ли управа, вот если не такими способами бороться с возможностями России вывозить ворованное украинское зерно? Во-первых, это спутниковый мониторинг, то есть есть уже некоторые данные, когда они фиксируются, именно движение кораблей в портах. И, во-вторых, это методика, которая сейчас разрабатывается нашей Минагрополитики совместно с британскими и прибалтийскими коллегами, когда можно различить украинское и российское происхождение зерна. Да, это сложно, особенно для пшеницы, но, в принципе, это возможно. И где-то к концу лета, начала осени эта методика должна заработать. И таким образом при осмотре партий в порту прибытия уже можно различить, откуда именно это зерно. С высокой долей вероятности. Не со стопроцентной, но с высокой достаточно. Поэтому вот эти два инструмента, в принципе, могут решить эту проблему. Продовольствие такая тонкая штука, да, что, по большому счету, людям, которые голодают, все равно, ворованное оно или нет. Да, главное, чтобы оно было. Но вот если хотя бы предположить, что некоторые страны поступят так, как ЕС, то есть повысят пошлины настолько, что России будет невыгодно торговать агропродукцией, вот такой вариант возможен? К сожалению, нет. Ну, действительно, бедные страны, они очень всеядные, в широком смысле слова. То есть для них важна цена зерна. И, в принципе, они будут продолжать активно закупать российское зерно. Россия очень конкурентна на рынке пшеницы. И поэтому Египет, другие африканские страны, они будут продолжать именно закупки. И в целом никаких таких своеобразных санкций, либо запретов на российскую продукцию не будет. То есть это вопрос их продовольственной безопасности. Поэтому такого не ожидается. Когда началась вся эта блокада со стороны России, нашего агроэкспорта, Европа и Украина задумались над сухопутными путями экспорта. Можно ли говорить, что вот с развитием, когда уже зерновой коридор по Черному морю выйдет на норму, на обычные мощности, это направление отомрет? Или все-таки каким-то образом оно будет действовать дальше? Есть разные расчеты. В целом, да, оно отомрет в глобальном смысле. Мы смотрели, допустим, что в радиусе 50 километров от границы польской, если выращивается зерно, то это рентабельно экспортировать. Если это масличные культуры, которые более маржинальные, то есть смысл даже там со 100-200 километровой зоны везти. Ну, к примеру, рапс в Германию, это прибыльно будет везти. Конечно, пшеница, кукуруза под сомнением здесь. То есть экспорт продолжится, но он продолжится в гораздо меньшем объеме, чем был во время блокады портов. Павел, спасибо огромное за детальный разбор полетов, за ваши комментарии, аналитику. Павел Муартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, был с нами на связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.